Говорит Академия Росатома. Так звучит бесконечное развитие. Всем привет! На связи Академия Росатома и я, Анна Хахулина. У каждого из нас в жизни бывают взлеты и падения, в том числе эмоциональные. Сегодня поговорим о том, что же делать, когда все накопилось и слово, которым можно описать положение дел, плохо. Первое, с чего начнем, это с раскручивания клубка под названием «все плохо». Разложите в голове, а еще лучше на листе бумаги или в приложении для записей в смартфоне, когда будете ехать метро или выдастся свободная минута. Перечислите все пункты, в которых плохо. Ниже отдельным блоком вспомните направление вашей жизни, с которыми все нормально или хорошо. Далее посмотрите на список «все плохо» и выделите в нем пункт «самый выпуклый», влияющий на ваше состояние каким-то особенным образом или который вас беспокоит более остальных. Оцените его возможную длительность протекания. Есть ли у него возможный финиш? Что самое страшное произойдет, если все пустить на самотек? Второе, сформулируйте несколько действий, которые вы можете сделать с заботой о себе, чтобы улучшить состояние этого блока вашей жизни. С кем-то поговорить, может быть попросить помощи, сознаться, что вам сложно, потратить деньги на упрощение ситуации, сделать маленький шаг в сторону улучшения ситуации. Что это будет за шаг? Запланируйте, когда вы могли бы его сделать эти действия. Третье, посмотрим на органическую составляющую состояние плохо. Человек — это не только мозг и логика, но еще и тело, которое не только транспорт для мозга, не только поедательно-выделительная система, но еще много-много всего. Обратим внимание на тело. Задайтесь вопросом «Сколько и как вы спите?» и сравните его с ответом «Сколько и как вам нужно спать, чтобы хорошо себя чувствовать?». Есть несколько рекомендаций, как сделать качество сна лучше. Спите в проветренной комнате при температуре 18-19 градусов. Возможно, поначалу заходить в такую комнату будет холодно, но мы все спим под одеялом. Можно укрыться потеплее, но ваш организм будет вам благодарен. Не случайно есть поговорка «Держи голову в холоде, а ноги в тепле». Постарайтесь не есть за 2-3 часа до сна. Лучше лечь голодным. В противном случае ваш организм, словно фабрика, которая работает без выходных, будет заниматься не отдыхом, а переработкой пищи и формированием энергии. Наверное, замечали такое, что поспали много, но проснулись не отдохнувшим. Если не получается уснуть и мысли вертятся в голове, нет чувства спокойствия, вспомните про подготовительные церемонии ко сну. Это может быть горячий душ или ванна, или мятный успокаивающий чай, а может быть и вечерняя прогулка. Но точно не письма и не монитор телефона, к сожалению. Следующий вопрос, связанный с телом, а получает ли оно физическую нагрузку? Мы в самотохе дней часто игнорируем этот вопрос, но тело потом нам отвечает, в том числе и эмоциональным состоянием все плохо. Если с раннего утра вы сидите за компьютером и вашу физическую активность составляют короткие перебежки по квартире или до машины и от машины к рабочему месту, то стоит задуматься, а получает ли тело достаточно движения? Часто из-за недостаточного движения мы плохо спим, снижается скорость и эффективность переваривания пищи, что провоцирует сложности ЖКТ и проблемы с весом. Ну и многие другие грустные истории. Давайте тело движения. Установите себе минимум шагов, делайте зарядку, вращайте суставы, чтобы они не стали рудиментом, а были рабочими, действующими составляющими вашего организма. И еще важный вопрос – еда. Наш организм стремится к предсказуемой ритмичности. Чем больше присутствует ритм в вашей жизни, тем точнее работает организм. Начните с маленьких успехов. Зафиксируйте 1-2 приема пищи примерно в одно и то же время. Организм будет вам благодарен. А это значит ровный гормональный фон. А это значит проще преодолеть это самое все плохо. Денаем выводы. Когда все плохо, первым делом разберитесь, что именно плохо. Определите области жизни, где нормально или хорошо. Они будут вас поддерживать и греть. Второе. Наметьте действия по улучшению области, в которой все плохо. В особо высокой степени. Третье. Обратите внимание на свое тело. Сон, наличие физических нагрузок и питание. Очень сложно действовать через логику и психику, когда эти три направления провалены. Найдите возможность сделать улучшение в этих областях. Ну и да, забыла вам сказать. Для того, чтобы справиться с все плохо, есть развилка. Оставить все как есть, потерпеть. Ведь постепенно можно привыкнуть, и уровень плохо станет, уровень сойдет. Сойдет. Альтернативное решение – это действие. Прикладывать усилия, чтобы не ждать, а превращать плохо в хорошо. При этом, когда клубок все плохо формировался в продолжительное время и ресурсы иссякли, стоит на уровне действия принять решение обратиться к специалисту, например, к психологу. На этом сегодня все. Делайте свой собственный выбор. А мы поддержим вас. С вами была я, Анна Хохулина и Корпоративная Академия Росатова. Продолжение следует...